Да, ну и удивил же не только шаман на этом празднике национального единства, там Путин нагородил кучу всего, если это Путин, конечно, был. Как вам его выступление? Да, ну Путин, не Путин мы не знаем, значит, генерал СВР и профессор Соловей говорят, что, конечно, не Путин, термин 26 октября, что это, конечно, двойник. Вот я заметил, что у этого двойника было отличие физическое, потому что я заметил что-то с губой, с правой верхней губой, такое впечатление, что ему то ли дали тычок в эту губу, то ли у него вырвали зуб, то ли он самоколову был, то ли его поместили в подвал на Лубянке где-то, и Патрушев его там долго пытал за то, что он городит всякую фигню, в частности, на совещании по экономике за три дня до этого. Ну, а дальше он начал нести ахинею, причем ахинею, это там разбирать, это, ну, нам передачи одной не хватит, конечно, вот, ну, самое главное, что, во-первых, ну, просто вещи, которые дебильные, потому что он говорит там, вот, какие-то вещи, которые происходили в 17 веке, он говорит, это всего четыре века, четыре, четыреста, паузу такую сделал, задумался, говорит, что-то не то, наверное, про себя, четыреста лет тому назад, это пять-шесть поколений, пять-шесть поколений, ну, в смысле, люди, которые знакомы как бы с арифметикой, знают, что поколение, примерно, лет 25, наверное, да, значит, за век сменяется четыре поколения, грубо говоря, нужно просто родить детей, которые сами потом могут рожать детей, вот, таким образом сменяется поколение, ну, в среднем, лет 25, да, вот, а у него, значит, за четыреста лет пять-шесть поколений, у нас шестнадцать, а у него пять-шесть, вот, и дальше, ну, самое, самое яркое из того, он сказал, что он сказал, что замечательная вещь Золотая Орда, и что очень хорошо, что князь Александр Невский, кстати, за это славяя православная религия и разгласил с детьми, потому что он остался монголам, он не стал с ними воевать, он не стал с ними бороться, а он стал лизать им сапоги, поехал, значит, на поклон к татарам-монголам и получил ярлык на княжине, и вот это самая классная штука, потому что монголы, хотя они были, со слов Путина, жестокими и нехорошими, но они не трогали наш язык, вот, здесь ему тоже можно, конечно, возразить, потому что вся матершина, она к нам, говорят, этимологически пришла как раз из татаро-монгол, то есть то, что они не трогали наш язык, это, в общем, не отвечает действительности, вот, потом, вообще, язык-то, кстати, не так уж и наш, если исходить из того, что письменность к нам пришла вместе с греками, значит, Мефодием, вот, и так далее, то есть вообще с Путиным на исторические темы бессмысленно разговаривать, но самое главное другое, потому что Путин же нам все время говорил, что нет хуже преступления, чем предательство, и можно простить все, кроме предательства. Александр Невский предал, в общем, свою культуру, свою страну и пошел на поклонение, да, конечно, он таким образом спас себя, да, но таким образом люди спасали себя во время оккупации нацистов, они тоже предавали, шли на услужение в полиции, как полицаи, значит, или как русская освободительная армия генерала Власова, вот, а для Путина вот это ужасные вещи, а вот то, что Александр Невский делал по отношению к татаро-монголам, это замечательная вещь, ну, в общем, мы теперь понимаем, откуда у него растут руки и ноги, и откуда, почему он ездит в Китай, и почему он выстраивает свои взаимоотношения с сюзереном китайским, именно так, как Александр Невский выстраивал их с татаро-монгольским лигом, татаро-монгольской золотой ордой, вот, в общем, в этом смысле, конечно, его речь была интересной, вот, а остальное – это просто химия.